Я хотела бы представить вам музыкальную композицию в исполнении Полины Фёдоровой и Алины Дозитиновой Музыкальная школа Музыкалка 2.0 Музыкальная школа Музыка 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 Хочу вам сказать, что после лекции вы продолжите все это делать, но вовремя самой лекции у нас не будет работать кофемашина, нельзя будет делать кофе, к сожалению, поэтому сейчас мы уже начнем яблоки консультаций и блогер. Наталья будет сегодня рассказывать о честности. Здравствуйте. Сейчас я соброшу, как мне, чтобы люди посмотрели нас в эфире тоже. Например, так. Давайте еще раз познакомимся. Кто меня в первый раз видит? Я. Круто, я очень знаю. Ну, вообще, кто меня ни разу не видел на сцене? Не знаю, вообще, не видел никаких трансляций. Вообще, первый раз меня сегодня видит. Вообще. Ну, вот так, да. Ну, тоже круто. Просто интересно. Организаторы нам задали регламент, но обычно мои мастер-классы проходят немного не так. Я общаюсь во время всего мастер-класса со слушателями. Мы вместе с вами задаем движение темы, ну, а потом все равно перед временем вопрос-ответ, как и планировалось. Ну, давайте еще раз познакомимся. Мне зовут Наталья Муратова. Мне 35 лет, 12 из которых я работаю в психологии. Я очень долгое время организовывала различные мероприятия, тренинги, мастер-классы, консультации. Вот уже 5 лет я работаю в гейштаб-подходе и провожу мастер-классы в городе, веду прямые эфиры в Инстаграм, в которых мы поднимаем разные темы. Еще есть, например, вопрос-ответ. У нас все без цензуры, мы всегда жжем, испытываем всевозможные эмоции. У нас такая тусовка там в эфирах. Мы, ну, постоянно, в общем, задеваем очень сложные темы и говорим об этом простым языком. Сегодня у нас тема честность, честность с собой. Я могу сказать, что не по непонятным мне причинам я сегодня волнуюсь. Это мой 2000-миллионный по счету мастер-класс, и вот почему-то именно сейчас я прям волнуюсь так, будто была первой. Ну, как можно? Пожалуйста, не можно, пожалуйста. Возьми меня, пожалуйста. Честность с собой вообще моя любимая тема, на самом деле. Она для меня ключевая, она моя, не знаю, очень долгая, моя самая родная. Потому что мне кажется, что весь мир строится, и все взаимодействие на честности с собой. Я не представляю, как жить, если не быть с собой честным. Мы сейчас сами обменяемся обратной связью, чтобы мы поняли, вы и я, что вы вкладываете в это понятие, чтобы вы поняли, что я вкладываю в него. Перед этим хотела вас спросить, вы насладились игрой пианиста? Вы знаете, когда девушка села за инструмент, я не знаю, как он правильно называется, сагуратор, наверное, то есть я у них не разбираюсь, потому что это какое-то пианино особое, сейчас много разных. Когда она села за инструмент, обратили ли вы внимание, насколько сосредоточенным стало ее лицо? Оно прямо заострилось, оно было очень строгим, сдержанным, и насколько при этом были расслаблены ее руки? Потому что пианист когда играет, мне вопрос должна быть расслаблена абсолютно, пальцы по клавишам перемещаются очень мягко. Смогли ли вы прочувствовать соединение этой девушки с инструментом и с той музыкой, которая исходила из ее рук, из инструмента, из-под ее рук? И для меня это был такой трепетный момент творческого, потому что, конечно, когда человек творит, он пребывает в контакте с реальностью, не знаю, типа с энергией, если она существует, да, конечно, она существует. И если у вас вот этот навык оставаться в моменте, умеете ли вы просто присутствовать? Потому что все-таки для меня одним из ключевых, наверное, моментов моего собственного счастья является возможность ловить вот это удовольствие в каждый момент жизни. И кто-то, допустим, в каких-то присутствовал своих темах, которые он принес сюда, он беседовал с человеком, сидящим рядом, кто-то в голове продолжал ругаться с оставленным дома партнером, кто-то переживал еще что-то, кто-то беспокоился за то, кто-то вам поедет дальше. Но насладились ли вы пианино, на самом деле, насладились ли вы потом песней, которую исполняла, да, другая девушка? И это очень круто, если вы можете присутствовать в моменте, а не улетать куда-то. Это так, просто мне захотелось с вами поделиться, не относиться к теме. А теперь про честность. А теперь про честность. Расскажите, что вы вкладываете в понятие честности для вас? Что такое честность с собой? Прямо с места можно. Когда то, что говоришь, то, что чувствуешь, то, что делаешь, не нельзя говорить. Чему? А что такое адекватно воспринимать реальность? То есть, как это происходит? Вы такие классные. Да, это самое крутое. Ну, в смысле, классно, что вы это понимаете. Да, я с вами согласна, потому что в этом смысле есть представление о реальности, а есть реальность. И очень часто люди находятся в представлении о том, что происходит. И сейчас классно, мы так все говорим об этом, все так понимаем. Когда ссоры наступают, понимание теряется куда-то. Книжки работают как раз до тех моментов, про которые они написаны. Как раз. А вот сейчас этот момент. Вы прочитали книги. Как удержаться в конфликте? И все такие. Да? И удержались, в общем-то, как смогли. Потому что, на самом деле, хорошо, что вы осознаете это. Но вот этот мир чувств, осознавать именно свои чувства и понимать, насколько они управляют в каждый момент времени человеком, для меня это, конечно, первый шаг к честности с собой. Потому что из этого складывается и, собственно, понимание своих способностей, да, очевидно, своих успехов и неудач. Но и, с другой стороны, именно контакт с реальностью и с людьми, он, конечно же, основан в первую очередь на том, насколько вы понимаете, что вы чувствуете сейчас. Потому что вы говорите, вот вы сказали, быть честным, это когда мысли, слова и действия совпадают, когда мы не противоречим друг другу. Но мысли есть не что иное, как плод непережитых чувств. И когда вы свои чувства не осознаете, соответственно, происходит как-то в голове фон из мыслей. Самый распространенный пример – это когда в голове есть качели, по типу, надо было вот так сделать, или да, вот если бы так, да, я вот так бы сейчас подошел бы, я бы сказала. Это про чувство вины. То есть чувство вины – это всегда такие качели, сомнения, может это, может то, бесконечный вариант противоположный. Это про чувство вины. И когда вы осознаете чувство, которое вам управляет, вы можете его переживать, у вас есть этот навык. Вам уже не нужно катать эти мысли. Соответственно, один вы, мы исключаем фон, в голове происходит такая тишина. Она очень много лет трансферментом занималась, много лет назад. И потом как-то мы с мужем дома сидели, я думаю, ты все еще веришь, что мысли материальные? Он такой, да, да, конечно. Я говорю, да это фигня какая-то. Я уже вообще в это не верю. В смысле мысли материальные? Я материально пошла, сегодня встала, заработала денег. Вот я вижу материально, вот мы поели. А мысли о нем, я говорю, не, я уже не материальная, я уже передумала. Он говорит, а ты о чем думаешь вообще в течение дня? Он мне еще раньше с вами подкалывал, у меня есть два вида лица. А шопинги думаешь, да? Потому что я подбираю, потому что этот вот принт, он вот с этим будет сочетаться или нет? А если вот эти цифры, и вот я сижу, это видно на лице. И вторая мысль, это другая такая. Это я думаю, а что если вот это сейчас пойти, там вот 200 человек, мы мастер-класс если сделаем, если вот такую рекламу-то проведем, а вот если мы, а если мы 5 групп наберем, ого, а если потом интенсивно сделаем на Кипре, а потом если мы в Тайвань поедем, ну да. И я все время думаю только о будущем и о том, как достичь успеха в своем деле. Ну, какие мне придумать новые схемы, чтобы это было полезно, чтобы это было эффективно, чтобы это было прибыльно, где-то сяки, в чем минусы, что мы пропустили. Ну, собственно, так я и живу. Ну да, мысли материальны в этом плане. Просто я не заметила, как все другие мысли, они ушли из головы, потому что нет необходимости их катать, ведь есть инструмент, уже очень эффективный, я просто переживаю чувства, и не нужно подниматься в голову и мучить меня вопросами. Самый распространенный пример могу перевести, люди приходят на Гейштайн, и типа, я только что осознала, что я боюсь, ну, например, начинаний. Мы такие, да, да, круто, он такой, и что делать? Это сразу же включается, собственно, сопротивление, и поднимаются мысли из этого чувства, чувство не переживается. Если чувство переживается, а честность все-таки начинается с чувств, если вы умеете их переживать, распознавать в себе, уже нет необходимости их пока, то есть в голове. И тем более, когда вы осознаете свои чувства, это просто меняет коммуникацию колоссальным образом. Вместо того, чтобы сказать, типа, там, а че это ты мне не звонишь, так скажи, что тебе не нужно. Ты говоришь, блин, что-то я бы тебе так соскучился, давай встретимся. Потому что ты начинаешь переживать чувства, тут же с ним работать и выражать, ну, для чего это? То есть честность, она состоит из того, чтобы понимать, что ты чувствуешь, а второй момент для меня, конечно, связанный с этим, это понимать, чего ты хочешь. И это противоречие, о котором вы сказали, очень часто вот здесь сосредоточено, когда потребность, которую ты не осознаешь, она тебя заставляет делать одну, а хочешь и другое. Например, ты хочешь разбогатеть, но лежишь на диване, и говоришь, блин, я лежу на диване, и опять сидела там, а не делаю. Потом встаешь, и ты бежишь, 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 делаешь, 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 такой хоп, поднял полтинник раз, врезался, там, бань, персломался, ну, минус 50. Потому что потребность сильнее ты не осознаешь. И она всяческими разными образами ищет возможность проявиться в тебе. И в этом плане самый распространенный такой пример можно привести про детско-родительские отношения. Вы же все дети, правильно? Вы же все дети. И у вас есть родители у всех, неважно, живы они или нет, они у всех у вас есть. Нет, у меня нет отца. Да ладно? Это ты? Без мужчины зачатия, да? Без перматозоида? Вау! Ну да, я его никогда не видела. Так у тебя есть отец или нет? Нету. Да ладно, опять скажу я. Конечно, у тебя есть отец. Я тебе больше скажу, посмотри в зеркало, там половина отца, половина матери. Ты встречаешься с ним каждый день. И самый распространенный конфликт, вот здесь про честность, если приводить на этом примере, ребенок, рождаясь, хочет выражать родителям любовь по праву рождения. Ну просто это как, он инклюзив, родился и сразу же хочешь любить. Любишь, безусловно. Это пример самый распространенный про детей, которые воспитываются без родителей. Ну а сколько детей? Они убегают из детдома постоянно к мамам, к папам, какими бы они ни были. Дети любят родителей, безусловно, но у нас у всех самая конфликтная тема это детство. И не так-то просто себе в этом признаться, правда? В смысле люблю, нет? Кого? Этого алкоголика? Это сейчас было презрение на лице. И тогда с одной стороны есть желание выразить любовь, а с другой презрение. И здесь честности не получится. Потому что презрение, как бы вот так, не дает тебе выразить любовь. И ты говоришь, нет, я таким, как отец, никогда не стану. Уверяю тебя. Встретимся здесь через 20 лет. И ты обнаружишь себе так много общего с твоими родителями. Лучше выбери, что-то было хорошее и ценное, что было хорошее и ценное мне, чтобы быть похожим на это. И на чем? Твоя любовь, невыраженная, как потребность, она найдет, как проявиться. А какой самый лучший способ выразить любовь? Если ты не можешь уйти, сказать, например, мам, я тебя люблю, да? Ну пап, я тебя люблю. Ты не можешь, ну у тебя конфликт, все, ты не... Ну в смысле, у тебя даже цели такой нет, это бред вообще, какая-то ерунда. Какой способ тогда? Думать, наверное. Мысли. Думать, мыслить, вот и сидеть, и думать, мыслить. Вот один из вариантов, это будет рождать определенные процессы, потом люди приходят на консультации, сонятся. Писать? А? Потому что писать. Вот в технике письма, короче, это все не очень работает, скажем так, потому что можно пойти много всего написать, сжечь, короче, там, отправить в космос, шарик на растущую луну, сесть в позу лотоса, написать, что я тебя прощаю, и думать, тварь. Прощай, выпей, выпей отраву, тварь. Ну, выпей отвар трав. Вот так по этой теме, простите. Нет, если чувство осталось, и оно не пережито, честности здесь не получится, это будет выглядеть как, ну, конечно, будем расставаться, я не держу на тебя зла. Просто. И это все видно, люди думают, что они не видят это, потому что вы привыкли жить со своим голосом, со своей внешностью, со своим запахом, вы привыкли к себе. Вы же себя не осознаете как другого человека, правильно? Даже когда вы себя видите через камеру, вы видите, думаете, господи, это что я, это мой голос. Вы видите себя по-другому. А люди-то видят вас, ваши лица. Ну, вы знаете, люди заходят в аудиторию, например, и, допустим, что-то не знаю, она такая высокомерная, считывается, например, очень сильная боль, так, или что-то сегодня такой расстроенный, считывается напряжение и печаль у человека, понимаете? Люди дают оценки вам, вашему лицу или вы даете другим лицам, но вы не понимаете, ну, как бы, лишены вот этого контакта с чувствами, соответственно, если вы думаете, а ничего не чувствую. Да прямо сейчас на лице уже все было написано. Если бы так было просто, было бы так просто. Так вот, я задала вопрос все-таки, да? Какой лучший самый способ выразить любовь, если не получается выразить словами? Перенять все прибытики и стать похожими на то. Конечно! Обязательно. Два варианта. Вы бы сказать, я никогда не буду таким, как ты, это, скажите, жизнь про свои мечты? То есть мечта какая? Не стать как мать, не стать как мать, не стать как мать. Ты думаешь, а что я хочу вообще, а? Может, я на Бали вообще хотела? Но у меня вся жизнь была это не стать как мать. И там, допустим, этим было так все пронизано, что все, что я делала, не становился, как этот человек. А у меня, как бы, жизнь мимо в этот момент прошла, и вот мне 60. Доказательства — это страшная вообще вещь. Доказательства, чувство вот этого вот, желания доказать, это страшно, но можно неплохо подняться по карьере. Главное, чтобы это было то, что ты хотел. Как бы всем доказать можно, что ты кручусь, это точно то, что ты хотел? Ты прям стройкой, да, хотел заниматься? Вот так, вот куча цемента, кстати, я здесь кручусь, я полиции писатель, но пропустил, это потому, что ты доказывал кому-то. Ну, то есть, это очень страшный момент. И тогда, если вы по-честному не признаетесь в своих чувствах, то да, чувства найдут, как сделать так, чтобы вы признались в них себя. И в этом плане любовь к родителям это показательный пример, потому что то, что ты отрицаешь, становится твоей судьбой. Видите, мой колюсенький пальчик что-нибудь сусет. Маленький. И когда-то там ребенок просто на первом ряду. И такая подошла к мужчине, да, такая? Это у нас владелец. Там еще один, кстати, пришел. Такой же дружок. Вот, это что касается про чувства. Здесь что-нибудь понятно про пример? Еще что такое? Честно, если вас в рекламе у меня уже 20 минут что ли прошло, в том день. А если нельзя как мать, то а какой второй способ? А второй способ? Менять. Вопрос не поняла. Ну, если типа это неинтересно, то это не то, что нужно. Второй способ, какой конструктивный, ты скажешь? Ну, какой конструктивный способ, если в контексте честности? Понять, что нет. Чего там больше. Ну, это да, это окей. А перед? Принятие. Ну, можно понять, что я хочу на мандилах жить и вот здесь остается. Ну, вот броситься с единством, с тем, что есть. Это, ну, круто звучит. Согласись, что он тебя бросил с тремя детьми. Ну, что, помогло? Нет. Круто, но звучит правильно. Ну, вы не обиделись на мою подачу? Я просто шучу, думаю, можно. Я привыкла к вашей подачи. Это так ценно, спасибо вам, я вас люблю. Можно простить. Ну, это все действительно классно звучит, да, но по идее можно просто прийти и выразить любовь. Честность заключается в том, чтобы выражать те чувства, ну, мы сейчас говорим о так называемых позитивных, которые есть в вашей душе. Можно просто выразить любовь, сказать вам, спасибо тебе за то, что я у тебя есть, я тебя люблю. Спасибо тебе за жизнь. А за что ей говорить спасибо? Она меня бросила, там, работала, но не занималась. Ну, а за что сказать? В смысле, за жизнь? Я говорю, ну, да, за жизнь. Это я сейчас в диалоге с консультацией интерактив. Это, да, это типа и все? Ну, то есть ты сейчас что сказала? Что твоя жизнь это ничто. А на самом деле нет ничего важнее жизни. Ну, это же объективно, правда? Ну, представьте, если бы у вас сейчас не было жизни. у вас бы здесь не было. Все, ничего бы не было. Ничего бы не было. Почему написано в самолете сначала маской сам дыши, потом дай соседу, там, ребенку? Потому что если ты сам не подышишь, умрешь, кто твоего ребенка спасет? Никто. Почему так важно сначала счастливым стать? Ну, как минимум, да? Делать задачи особо нет, но просто потому, что из этого жизнь рождается твоя. Из того, что ты сам беспокоишься о своем собственном счастье. И, конечно же, если в твоей душе есть благодарность, есть тепло, есть любовь, лучше это выражать обязательно, подчеркивать это. Ну, мы всякое плохое легко говорим. Хорошее забываем, не замечаем. И это очень важно. Это будет про честность. не все умеют принимать любовь. Это задача выразить. Что тебе до всех-то делать? Нет, ну, не до всех имеется в виду. Ну, до родителей. Ну, да, конечно, у них может чувство вины подняться, они же этого не понимают, у них нет честности с собой, они будут говорить, твой да ладно, отстань. Твоя задача выразить. Задача выражать, а не очистить мир. А, еще пять минут? Угу. Блин, офигеть вообще. Еще что? Еще что-нибудь спросите про честность, я вам потом еще расскажу. А вы сейчас свои чувства назвали, как думаете? Вы выразили их? Ну, вот в этой такой, ну, мини-сценке выразили? Да. Ну, подождите. Ну, наверное, достаточно сложно, потому что они вы отыщены. Нет, вы прям сейчас уже легко скажите мне, тем более, раз вы не в ней, вам будет легче признаться себе. Да, вы выразили. А, уверена. Абсолютно. Вы выразили сейчас чувства? Ну, нет, они достаточно не держат. Не в этом дело, вы их просто не выражали, вы сказали, ты поступил неправильно. Такого чувства в списке чувств нет? Чувства, ты поступил неправильно, нет такого чувства? Да. Чувства, ты козел, тоже нет. Он поступил, как там, тоже как их чувствует. Есть чувства, я злюсь, мне больно. Я, это всегда я. Если вы хотите честности, начинайте говорить я. Я злюсь. И как бы, между прочим, если что, когда вы начнете это обнаруживать, вы поймете, что в большинстве ситуаций, если мы говорим про пары, что для меня такое доверие? Когда ты будешь осознавать, например, что сейчас, мне сейчас больно. Первое, что ты себя спросишь, это вообще, как он еще по отношению имеет или нет. Оказывается, что больно, потому что он делал так же, как бывший. Так больно тогда про кого? Это как за него отвечать? Никак. Соответственно, тогда не имеет смысла эту боль предъявлять, она не сюда. Представляешь, вместо того, что ты когда пошел, ты скажешь, вот это да. И такая, а что если? Он мне не причинял сейчас боли. И такая, как этот лист в контакте. Все зависит. Обалдеть, это что, он не казал, что ли? Вот это да. И все, открывается параллельная реальность, если мы говорим про честность. Когда я не говорю, ты поступил неправильно, что ты знаешь про правильно? Мы все познали своего врага, в каждом из нас будет милосерден, и по каждой, идущей рядом, сражается с материной битвой. Это мой девиз по жизни, потому что, ну в смысле девиз, да, там слоган, с которым я иду, чтобы я не забыла. Он не поступил неправильно. Он так же действовал, вот как кирпичики, есть 11 чувств. Вот он так сделал под действием определенного чувства, в частности печали, например. И печаль это из детства, потому что однажды в 5 лет он решил умереть. Например, я сейчас просто вот моделирую. И из этой потребности, которую он не осознает, он творит все подряд. Правильно он поступил, или неправильно. Нет такого. Справедливости нет в мире. Каждый действует под вот этими чувствами. Просто он, жаль, что он их не осознает, и он так свою жизнь разрушает. Если мы говорим о честности, как я так сделала, чтобы было человека, который не готов на самом деле к отношению? Как это я так сделала, как я увидела любовь, если он в себе такой сидел, всю жизнь погруженный в себя, потом раз и ушел в дверь. Нафиг я это сделала вообще в своей жизни? Вот это про я опять, про честность, про чувства. Если мы говорим о второй момент, это про желание, естественно, про я хочу. Потому что, когда у меня есть чувства, помимо того, что у меня есть чувства, у меня еще есть желание. И любовь к себе, она тоже начинается с того, как часто вы признаете себе в том, что вы хотите, и делаете это. Потому что, если вы мечтаете лежа на диване, то ваша мечта становится постепенно сном. А как осуществлять мечты, спросили меня в рубрике. Вопрос-ответ. В смысле, как? Очень просто. Длится до 18 лет, здесь есть младший, поэтому не буду говорить, как работать. Скажу это. Как это рассказать? Цензурно. Работать. Много работать. Если у тебя есть какая-то мечта, ты хочешь ее достичь, превращай ее в цель. Как мечта становится целью? Фактор какой один? Действия, конечно. Действия, действия, действия. А как я узнаю, что это точно моя мечта? А так ты поделаешь, поделаешь, потом поймешь, что не твоя, другое начнешь делать. А по-другому как? На берегу ты узнаешь, какая глубина там. Никак. Только опытом. А как мне стать уверенным? А без опыта, как стать уверенным? Ну как? Конечно, никак не стать. А как? Нет вариантов никаких, кроме действий. И про честность в себе это четкое понимание того, что ты хочешь, и возможность за этими желаниями идти. Я контролирую время, не переживайте. У меня все под контролем. О чем мысли ты говори? И тогда будет третий момент, который всплывет на поверхность. Это социум. Ну кому нужен человек, который честный, с собой, понимает свои чувства и осуществляет мечты? Кому? Никому. Потому что он неудобный, нельзя управлять, нельзя манипулировать, понимаете? Манипулировать нельзя. Вот ну были бы вы моим мужем, пожилой, а я вот тот муж, который бросил глаз, мы сейчас моделировали, и вы мне бы сказали, ты поступил неправильно, сказал, не, я без суть. В смысле неправильно, мне бы не звать печаль, я бы сказал, слушай, нет, я просто в печали живу, она мне сейчас сложнее. И, блин, опять никак, опять ничего не сделать, не удержать нельзя, не бросить, не оставить, не остановить, никак не использовать человека, понимаете? Когда он занят собой, своими мечтами, своими чувствами, его никак нельзя использовать. И рождается коммуникация другого уровня совершенно. Она, ну, другая по глубине. И чтобы она родилась, скажите мне, вот, кто сейчас, давайте только, кто белый скажет, вот, тому точно приз. Кто, скажите мне, что, какой процесс обнажается и проживается и проживается, когда человек становится честным с собой? Свой, да. Что необходимо, чтобы стать честным с собой? Смелость в чем? Безнание своих слабостей. Смелость в чем? Смелость в чем? Приняйте. Смелость в чем? Смелость в чем? Раскрытие истинных чувств. Ну, а если мы все это сведем к какому-нибудь конкретному одному слову? Понялось, мы с собой. Мы с собой. Еще раз. Любовь к стиле истинных чувств. Смелость в чем? И первый приз goes to Вета. Вета организатора. Первый приз уходит сюда, к Вете. Потому что для того, чтобы вы были честными с собой, самое важное, на что необходимо решиться, это на боль. Невозможно жить не по-честному без боли. Жизнь, есть два варианта жизни. Первый списал, я с ним согласна. В тревоге и в вине, не в белом и красном, а в чувстве вины. Ну, собственно, да, и там же, кстати, и виноват, бесконечность. И тревога, вина, и там же виноват, печаль, короче, сидишь. Или с болью. Ну, потому что невозможно, допустим, сблизиться не без боли. Ну, в отношениях невозможно без боли. Не в смысле, что драться надо, не об этом речь. А когда ты честен с собой, ты будешь обязательно с болью встречаться. И для этого тебе необходимо смелость. Второй приз goes to Никита, точно. Здесь тоже очень много смелых людей. Хорошо. У нас еще теперь есть вопрос-ответ. И задавайте свои вопросы. Еще есть приз за самый лучший.